Привет всем выжившим! Ну что ж, Fallout 76 появился в стиме, и мы можем поиграть со своей любимой платформы. А если тебе не нравится стим, то пиши об этом в комментариях. К сожалению, я играю только в стиме, поэтому на игру в 2018 году я не смог посмотреть, и могу её оценить только в сегодняшнем виде, когда она у нас появилась уже непосредственно в стиме. Возможно, меня захотят закидать камнями, но игра действительно стала интереснее Fallout 4. Хоть и в создании персонажа она осталась такой же, но в геймплее она кардинально изменилась. И начать, пожалуй, стоит с диалогов, ведь система диалогов в Fallout 76 чем-то скорее напоминает Fallout New Vegas. Нам вернули проверку на способности, это может быть ловкость, сила, интеллект или же харизма. Общаться с NPC стало куда интересней, даже интересней, чем в 4-м Fallout. Но не поймите меня неправильно, я люблю Fallout 4, но когда твоя любимая игра становится даже лучше, и ты можешь её проходить вместе с своим другом или девушкой, как это сделал я, то, несомненно, круто, когда тебе дают выбор между 5-ю, 6-ю, 7-ю диалогами. Это, правда, классно. Хотя, естественно, в игре не без минусов и своих багов. Персонаж может периодически где-то начать застревать, может появиться противник, которого невозможно будет убить, но чаще всего такие противники не атакуют игрока. Ну или же нас может просто выкинуть с сервера. Правда, благо, такое происходит нечасто. И уж тем более, если сравнивать Fallout 7-6 с её предшественником, то игра, несомненно, стала куда лучше. Строительство баз никуда не делось. А учитывая то, что мы можем показать свою базу нашим друзьям, ну и остальным игрокам, делает её куда интереснее. Причём строить свою базу мы можем почти где угодно. Будь то гора, или же место под водопадом. А может быть вы хотите построить свою базу под мостом? Почему бы и нет? Давайте. Но если говорить про прокачку, то здесь игра действительно пошла своим путём. Ведь до 50-го уровня нам дают очко характеристик, которые мы можем потратить на силу, интеллект или ловкость. В общем-то, что вам ближе. А вот перки сделаны в виде отдельных карт, которые мы можем менять в любое время. Единственная проблема в том, что они стоят определённое количество характеристик. Если говорить про бой, то здесь он такой же, как в Fallout 4. Единственное, что в Адс теперь не замедляет и не останавливает время. Скорее просто даёт вам возможность выстрелить более точно в цель, нанеся ей больше урона. Но как бы там ни было, расстреливать с друзьями противников действительно куда интереснее. Подводя итоги, хочу сказать, что в Fallout 7-6 действительно хорошая игра. Особенно если вам есть с кем поиграть. Выполнение квестов, постройка базы, поиск легендарного оружия и брони. Всё это сделано очень даже интересно. Прибавьте к этому актуальные события, которые происходят на карте, где вы также встречаете остальных игроков. Хотя, пожалуй, единственное, с чем я и согласен, это с самим ценником игры. Пожалуй, для игры 2018 года, которая прошла через весь этот чёрный пиар, который её окружает, она могла стоить дешевле. Но это, возможно, уже детали. Хотя я покупал игру по предзаказу для себя и своей девушки. И мне пришлось отдать 4000 рублей. Что весьма и весьма кусается. Но в любом случае, у каждого своё финансовое положение. И в Fallout 7-6 когда-нибудь обязательно будет продаваться по скидке. В любом случае, ставь лайк, если тебе понравилось это видео, комментируй, ну и обязательно подписывайся. А на этом, пожалуй, всё. Пока-пока. И до скорого.